Вместо воздушных замков, где можно вдоволь попрыгать, теперь детская площадка у дома. Мама двоих детей Татьяна после недавнего ЧП на батуте с двумя пострадавшими девочками пытается найти сыновьям альтернативу для игр. Стараемся как бы обходить стороной, скажем так. Когда ребенок у меня на батуте, я вот всегда напряжена. Опасения всегда было в том плане, что начинают детки прыгать, а там детки, как правило, от трех лет, ну и лет до 14. И у них вот этой техники безопасности практически там и нет, никто за ними особо-то и не следит. Они прыгают друг на друга, могут упасть, и вот это вот меня всегда как бы, конечно, настораживало. В 2015 году в Красноярске переворачивается надувной батут с детьми. У шестилетней девочки перелом челюсти. В 2017 в Туле на батутной площадке ребенок ломает позвоночник. В 2019 в Бурятии надувной аттракцион порывом ветра отрывает от земли. Конструкцию с высоты третьего этажа швыряет обратно четверо детей в реанимации. Похожее ЧП в этот же год произошло и в Иркутске. Двое детей с переломами оказались на больничной койке. 2021 в Барнауле в преддверии Дня защиты детей уличный аттракцион взлетает вверх. Двух малышек перебрасывает через забор прямо на трамвайные пути. Батут был привязан к забору, а это нарушение техники безопасности. Состояние девочек тяжелое, стабильное, без ухудшения. Одно из пострадавших перевели из отделения реанимации в палату. С наступлением тепла, как грибы после дождя, растут надувные батуты. А ведь они занимают второе место по травматизму среди всех аттракционов. И ведь причина-то лежит на поверхности. В стране нет закона, который бы контролировал батутный бизнес. Все аттракционы, в том числе батуты, передвижные аттракционы, они подлежат государству для регистрации. Государство для регистрации сейчас отсрочено до апреля-октября следующего года. И поэтому владельцы аттракционов пока не торопятся их ставить на учет. Сегодня хозяева уличных батутов не обязаны сообщать, каким образом, а главное, где они установили надувной аттракцион. Поэтому проверять их крайне сложно. Что касается передвижных аттракционов, это мобильные аттракционы, батуты надувные, с ними величайшая проблема. Нет такого закона, что они находятся на где месте и сообщают о своем местерасположении. Мы будем сейчас ходатайствовать перед администрацией края, чтобы такой документ был принят, что поставил аттракцион, сообщи, где ты что-то делаешь. Специалисты гостях надзора будут просить Краевой парламент прописать закон. И более того, расширить полномочия. Сейчас сотрудники контролирующего органа могут лишь выписывать предупреждение, штрафовать нерадивых собственников им нельзя. Закон не позволяет. Мы попросили, чтобы нам дали такое право, значит, прийти и, значит, его, так сказать, арестовать буквальным образом на какой-то период, пока не будут устранены все вот эти вот, все вот эти моменты. Тогда надо было более действенным. Или штраф сразу выписывать. Вот эти должны быть полностью все. На металлических толстых штырях с мощными веревками на идеально ровной поверхности, чтобы батут не прошоркался об асфальт. Такова картина в парках. За аттракционами там следят пристальнее. Во-первых, уличные забавы собраны в одном месте. Во-вторых, в парках есть инженер по безопасности. И они осуществляют контроль за наличием инструкции, которая висит перед каждым аттракционом, инструкция по технике безопасности. Предприниматель, который здесь, у него есть аптечка, у него есть огнетушитель. То есть все необходимые средства защиты тоже самое обязаны присутствовать. Что самое интересное, официально оформленных батутов в городе всего шесть. Все остальные – стихийные. Много УТРЦ. После несчастного случая предприниматели свернули лавочку. На долго или через недельку-другую они вновь надуют замки, которые держатся на честном слове, собственно, как и весь батутный бизнес на сегодняшний день. Крепления штырей, они были здесь безобразные, они торчали вот на таком расстоянии, могли люди повредиться и так далее. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.